В интерфейсе можно по нажатию на этот элемент списка показать эти элементики. Вот здесь показано, как это сделать. То есть нужно просто элемент списка объявить collapsible, и тогда по нажатию на него появятся эти элементы. По второму нажатию эти элементы скроются. И сетка. Сетка, по сути, тоже некоторый список, который сгруппирован по-другому. В общем, почему-то рекомендуется горизонтальная прокрутка к сетке, хотя допускается вертикально. По сути, это единственное отличие в поведении со списком, в смысле набора функционала. Вещь связана с прокруткой. Вот смотрите, у вас есть какой-то список, и, наверное, пользователю интересно понимать, какую часть списка он видит. Для этого служит ползунок прокрутки. Если вы используете стандартный элемент интерфейса, он появится, когда пользователь начнет прокручивать список. Кроме того, этот ползунок, его размер позволяет понять не только положение в списке, но и общий размер списка относительно видимого окна. Если вы делаете свои элементы управления, вы постараетесь реализовать такие же ползунки прокрутки. Кнопка перехода к началу. Это кнопка, которую очень несложно ставить. Нужно просто дата скролджампа ставить равная true. она появится и будет там вот сверху справа висеть. Зачем это надо? Если список очень длинный, и пользователь удовестал до конца, наверное, захочется вернуться к началу. Нажал кнопку и вернулся к началу. Все очень просто, договоряется тоже довольно просто. Обработчик событий экрана. С чем это надо? Но если вас не устраивается на проведение прокрутки, вы можете сделать свой. По сути, слайд об этом. То есть вы можете перехватывать события экрана, их обрабатывать, делать так, как вам нравится, но постарайтесь все-таки придерживаться вот таких вот общих рекомендаций к прокрутке. Быстрая прокрутка. Но эта вещь связана со списками, которые индексируются. То есть списки, которых элементы порядочные, с каким-то индексом иным. В этом случае можно добавить справа полоску, в которой индексы эти будут перечислены. Если провести пальцем по этой полоске, у вас будут появляться именно индексы в посредине экрана. Палец отпустите, и автоматически список перейдет к группе элементов, соответствующих этому индексу. Это опять же очень удобно, когда есть, например, список фамилий. Вы справа просто прокручиваете, переходите к фамилии на нужную букву, а дальше там уже выбираете конкретную фамилию. Но тут справа показано, как это сделать. Да, презентация моя будет доступна. Я даже не знаю, как это лучше сделать, но ее можно будет скопировать. Может на диск, на тот же Google Drive. Все эти. Отлично. Я тоже считаю, что согласен. То есть я координацию... Отлично. Я тогда просто пришлю, и можно будет разоваться. Там можно будет все посмотреть. А всплывающие сообщения. Но это вот то, о чем я уже говорил. Это отчасти всплывающие уведомления и меню, связанные с определенными элементами списка. Ну, значит, еще раз. Когда нужны центральные всплывающие сообщения? Когда нужно пользователя акцентировать внимание пользователя на том, что что-то происходит или получить какой-то ответ пользователю. Есть еще контекстное меню. Это то, что привязано к элементам списка. Ну, вот вы видите, там небольшая стрелочка у меню. Она указывает на определенный элемент. И здесь показано, как сделать такое всплывающее сообщение, привязанное к определенному элементу. Вещь, связанная с поиском. Ну, да, это тоже важный момент, который в рекомендации входит. Значит, где располагается поле поиска? Оно располагается сверху, сразу под хедером. То есть если у вас есть какой-то список элементов, поиск должен быть там. И нужно сделать следующее. Следующее, что когда пользователь начинает вводить какой-то текст в это поле поиска, то вы сразу из списка элементов выбираете те, которые соответствуют этому тексту, остальные отсевываете. В примерах есть показано, как это можно сделать с помощью регулярных выражений. Ну, и желательно еще подсвечивать текст в этих оставшихся элементах, которые соответствуют запросу. Еще немножко элементов управления. Значит, кнопки. Все стандартные кнопки, которые есть в браузерах, конечно же, тут поддерживаются. Это обычные кнопки, кнопки включения и включения, чек-боксы и радиокнопки. Текстовое поле. Ну, текстовое поле бывает двух типов. Это многострочное, которое с помощью тега текстария делается, и однострочное, которое с помощью импута делается. Значит, какие у них разные различия. То есть, текстария, когда текста больше, чем поле, вот несколько строк, он пролистывается вертикально. В случае однострочного, если текста больше, чем поле, он пролистывается горизонтально. Еще рекомендуется добавлять кнопку очистки справа, которая удаляет весь введенный текст. Иногда это бывает полезно. Слайдер. Что это за элемент? Это элемент, который позволяет выбрать значение из интервала, когда указан минимум и максимум. Вот здесь вот в Tizen слайдеры могут содержать не только полоску прокрутки, но еще справа и слева какие-то обозначения. Либо цифры, числа, либо текст, либо еще какие-то значки. Здесь показаны, как сделать вот такие вот слайдеры. Выбор даты и времени. Date and Time Picker называется вещь. В общем, что эта штука позволяет делать? Она позволяет выбрать дату или время с помощью элементов интерфейса, которые вот такие вот полосы прокрутки представляют. То есть, пользователь, во-первых, видит обычную дату и время в таком читательном формате. Когда он нажимает на любой из этих элементов, появляется полоса прокрутки, позволяющая выбрать значение этого элемента. Вставляется такая штука очень просто. Вот просто один импульс можно вставить, и у вас будет отображаться так, а элемент выбора делается с помощью полос прокрутки. Выбор цвета. Ну, по сути, тоже позволяет выбрать цвет, вставляется с помощью input type, наверное, color. Вот так он выглядит на темном приложении, в веб-приложении будет немножко по-другому. Значит, еще вещь, связанная с различными процессами внутри системы. Вообще говоря, все процессы можно разделить на два типа. Одни, о которых мы можем сказать, когда он начался, сколько там сделано, когда он закончится, и другие, про которые сказать нельзя. В случае, если можно спрогнозировать, сколько сделано, лучше использовать progress bar, который слева направо заполняется, показывает степень выполнения. В случае, если нельзя ничего спрогнозировать, можно показать вот такую вот вращающуюся палочку, но она представляется с помощью вот такой вот команды прогресса с дата-старевым стеклом. И, в общем-то, последний раздел, связанный со стилем оформления, о разрешениях. Вообще говоря, мобильное устройство на Tizen сейчас позиционируется для двух разрешений. Это VVGA разрешение и HD разрешение. Вот те, которые у вас, которые вам раздали устройство на точках, у них HD разрешение. Какие важные отличия? Ну, важные отличия в том, что у них немножко разная пропорция. Вот в этих экранах, соответственно, на один влезет чуть больше информации. Если вы используете стандартные элементы управления, то выглядит приложение у вас будет одинаково, что на одном экране, что на другом. Просто один экран немножко более длинный. Ориентация экрана. Ну, я уже говорил, что есть альбомно-портретная ориентация, но вещь, которая связана со списками и таблицами. Если у вас есть список, то при повороте из портретного в альбомный режиме нужно менять высоту элементов списка. Это будет плохо. А если есть таблица, то наоборот, можно подогнать размеры элементов таблиц, так, чтобы они снова ровно вписывались в экран. Вот это вот еще одно отличие из списка по таблицам. Темы. Тайзен поддерживает аж целые две темы. Темная тема и сверхотемная. По умолчанию темная. То есть, вот такая стандартная тема темная. А знаете почему? Электричество меньше живет. Меньше живет электричество для алет-экрана. Это правда. То есть, она меньше светит, меньше кушает электричество. Темы изменять очень просто. То есть, нужно просто на страничке, сверху, в шапке выставить разный. Ну, там, видите, различаются блок или white. Можно выбрать, какую тему использовать в вашем приложении. Цвета темы. Ну, в общем, вещь такая. Весь интерфейс Тайзен реализован с помощью 12 цветов. Ну, из-за исключения каких-то картинок цветных, но весь интерфейс с помощью 12 цветов. Если вы делаете свои элементы интерфейса, то нужно придерживаться вот этих же самых цветов. Все очень просто. Ну, цветный проектор хороший, поэтому видно все цветы. Янкурую. И сам с собой. Так. Иконки. Значит, иконки приложений. То есть, те иконки, которые отображаются на домашнем экране, представляя ваше приложение. Что о них можно сказать? Они не должны быть квадратные, они не должны быть квадратные со скругленными краями, они не должны быть в какой-либо другой форме, они должны быть круглые. Только такие. Ну, это вот такой стиль, принятый для Тайзен. То есть, только круглые иконки. При этом вам понадобятся, скорее всего, две иконки. Одна иконка, которая для приложения на устройстве, и одна иконка, которая предоставляет ваше приложение в Тайзен сторону. В первом случае размер должен быть 117 на 117 пиксел, а во втором случае 512 на 112. При этом для иконок, которые на устройстве, с каждой стороны должен быть отступ по одному пикселу. Ну, просто когда две иконки рядом стоят, чтобы между ними было небольшое пространство. И если вдруг вы захотите сделать свою иконку типа объемной, то вот это освещение нужно направлять строго сверху. Не сбоку, не снизу, а строго сверху. То есть, вот такая вот засветленная область, она должна быть строго сверху. И еще один важный момент. В общем, у вас не должно быть на иконке кантика. Нужно выделять границу. Но это связано с тем, что некоторые... Иногда при работе с интерфейсом Тайзен там иконки выделяются такими кантиками. Если у вас тоже на иконке будет кантик, будет непонятно, какая из них выделена, какая не выделена. В общем, просто такой равномерный задний пол. Еще есть иконки, которые используются для интерфейса. Стиль называется Тайзен 2D. В общем, каждая иконка должна поддерживать три состояния. То есть, состояние обычное, состояние нажатое и состояние неактивное. И делается это с помощью определенных цветов и определенных эффектов. И если вы рисуете свои иконки для своего приложения, то нужно поддерживаться этих же цветов и этих же эффектов. И тоже для каждой иконки делать три варианта отображения. Но есть еще иконки, которые используются в списках. Но тут на самом деле все очень похоже. Тоже есть три типа. Каждый тип описывается определенным цветом, определенными эффектами. Но эти иконки, они могут располагаться либо внутри кружочков, либо внутри квадратиков. Но немножко другие цвета для этих цветосмотров. Типографика. То, что связано со шрифтами. Для Тайзен специально был создан шрифт Тайзен Сенс называется. Там есть целых два начертания. Это обычное начертание, полужирное начертание. Вот здесь показано, как выглядит этот шрифт. И стандартизованы пять размеров шрифта. Вы можете в своих приложениях использовать этот шрифт. Но и вот показано, как этот шрифт, например, используется в элементах списков. То есть обычный текст, он обычного начертания, но белый. А вот какой-то дополнительный текст, он серый, но полужирного начертания, чтобы его можно было видеть. Вообще хоть как-то разглядеть. И самый последний пункт уже, реакция на нажатие. Какая суть? Если пользователь...